В рамках третьего межконгрессного мероприятия международной дискуссионной площадки Роспромэка – конференции «Безопасность, стратегия и тактика» для промышленных регионов, организатором которой выступили Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, форум Роспромэка и ЗАО «Зелёная долина». Состоялся круглый стол территории Гослесфонда ООПТ «Городских лесов, безопасность и устойчивое лесопользование». Сорганизатором выступил Департамент лесного хозяйства Свердловской области. Модераторами круглого стола стали заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков и привывший эксперт из Республики Крым, доцент кафедры управления УВО Феодосийской финансово-экономической академии, заместитель исполнительного директора Ассоциации экологического страхования Наталья Коваленко. На дискуссионную площадку были вынесены актуальные на сегодняшний день вопросы – передача полномочий проведения авиационных работ и содержания парашютно-десантной службы. на федеральный уровень. Передача полномочий по проведению лесопатологических обследований на федеральный уровень. Разработка методики определения ущерба, причиненного лесным насаждением, в результате воздействия огня от лесных пожаров. Введение новых правил лесовосстановления. Вопросы организации охраны, защиты, воспроизводства и лесопользования. В городских лесах – страхование лесного фонда в Российской Федерации. Безопасность лесного хозяйства – это, конечно же, внесение поправок в лесной кодекс. На сегодняшний момент уже говорили на конференции о том, что в 2006 году лесной кодекс начали разрабатывать, в 2007 его приняли. Действительно, внесено более 40 поправок за последние три года в лесной кодекс. И вот действительно стоит задуматься насчет безопасности, потому что лесной кодекс на самом деле проблемный, очень проблемный. То есть, я бы, конечно, рекомендовал вернуться к правилам, ну, по крайней мере, учесть правила, которые были введены в 1939 году, лесные правила, где четко, ясно, в черном по белому было описано, кто чем должен заниматься. Кто тушит пожары, кто занимается лесовосстановлением, кто как должен рубить, как должны за это наказывать и охранять. На фоне проблем с лесными пожарами и незаконной рубкой леса в Российской Федерации, Свердловская область выглядит намного респектабельней. По словам Олега Сандакова, в нашем регионе ситуация с лесными пожарами более благополучная, так как произошедших пожаров в два раза меньше, чем в прошлом году. По площади мы также ориентировались, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В этом году даже оказали помощь в Красноярску. 55 наших парашютистов-десантников больше месяца тушили там пожары. Оказывали помощь. Надеемся сейчас как-то их отблагодарить. Что касается незаконных рубок, конечно, проблема такая существует, но на самом деле это меньше 1% от вырубаемой площади. И с каждым годом идет, естественно, снижение. Работаем насчет этого, проводим профилактику, составляем протоколы. Работа ведется полномасштабная. В рамках круглого стола уральским экспертам в области лесного хозяйства действительно было чем поделиться с коллегами из других регионов. В Свердловской области больше 15 миллионов гектар лесных земель. Расчет на лесосеке чуть-чуть более 24 миллионов. Мы должны вырубать, ну, можем вырубать. На самом деле мы вырубаем одну треть. Но садим мы, как положено, от 23 тысяч гектар, в этом году засадим 27 тысяч гектар. То есть мы процент увеличиваем с каждым годом. В ходе дискуссии экспертами были раскрыты такие важные темы, как сохранение лесов как основа экологически устойчивого управления лесами, перспективы создания лесосеменных селекционных центров в связи с изменениями лесного законодательства, проектирование лесничеств на землях населенных пунктов и создание основных территориальных единиц, управление городских лесов, страхование лесного фонда в Российской Федерации, проблемы и перспективы эффективного использования в системе экологической безопасности страны. Мы видим, что произошло в этом году. У нас с Сибирью пожары, которые затронули большую часть территории. И в среднем по статистике у нас на сегодняшний день по неофициально выгорает 14 миллионов гектаров леса. Поэтому проблема использования каких-то уже эффективных экономических инструментов, она на сегодняшний день существует. И, правде говоря, после этой ситуации я ожидала, что будет действительно принято очень много решений, но пока их не последовало. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы прислушались, и мы начали действительно эффективно работать над их внедрением. Вот сегодня обсуждаем это на нашем круглом столе. Но надеюсь, что да, результат будет, ситуация изменится, и мы задумаемся. Потому что решить эти вопросы только финансированием из бюджета на сегодняшний день не представляется возможным. Нужно включать другие экономические инструменты. Данная дискуссионная площадка была организована и прошла в рамках конференции безопасной стратегии и тактика. Для промышленных регионов совсем не случайно. Ведь проблемы в лесном хозяйстве есть, и они охватывают территорию всей России. Поэтому и пути их решения должны вырабатываться совместными усилиями. Кроме того, эксперты считают, что уже сегодня пришло время перехода от стратегии к тактике.